Ребят, если вы ищете какой-нибудь сайт, чтобы испытать свою удачу и выиграть шмоточек из доты, то лучше чем dotamix.com вы точно сейчас не найдёте. Там уже выдано более 6000 аркан, все ваши друзья уже давно там играют и недавно там ещё и запустили бесплатный режим, так что советую заценить. А ссылочка с бонусом в описании. Привет ребят, это ТопДота. Меня довольно давно не было на канале, потому что я был просто дико занят и надеюсь вы меня с этим поймёте. Но в ближайшее время я постараюсь просто максимально часто делать видосы и показывать вам что-то годное и интересное. По крайней мере до новогодних праздников у нас тут осталось дней 10, так что думаю, что в эти 10 дней у вас будет прям много контента. А сегодня у нас будет 3 крутых фишки из нового патча и будет это дело совместно с инвокером санстрайковским. Это такой ютубер если вдруг кто не знает, хотя странно что вы о нём ещё не слышали. Так что заходите и чекайте его видос, там будет ещё 3 секрета. И конечно же пишите в комментах у кого получилось круче. Хотя по моему сегодня тут ответ очевиден, потому что я подобрал реально какую-то невменяемую дичь, которую вам обязательно стоит узнать и обязательно стоит юзать, если конечно вы хотите побеждать всё чаще и поднимать свой винрейт и ммр всё выше и выше. И первая наша фишуля поможет вам реально быть ну… неуязвимым на квапе. Да, спасибо габену. В общем квапень становится просто бессмертной, если у вас сохраняется всего парочка условий. Первое, вам нужен 25 левел и вкачанный талант на лайфстил. Второе, вам нужен купленный актарин. И третье, вам нужен купленный блейдмейл. Если у вас всё это есть, то происходит просто какое-то чудо. И квапа превращается в абадона под ультимейтом. На целых 4,5 секунды. Весь урон, который в неё будут вливать под блейдмейлом, она будет отдавать обратно, так ещё и не получать его в себя, а даже немного хилиться. То есть буквально враги будут вас хилить своим уроном. Если это будет лина, которая вас ультит, то это просто борода. Я не знаю как волю вас могли это допустить, я не знаю чем они думали, я не знаю почему это всё не тестили, не знаю задумывалось ли всё так изначально, но всё это происходит именно так. Хотя патч на самом деле просто огромный и без подобных косяков обойтись было просто нельзя. Так что на самом деле хер с ним, потерпим и так сожрём, как будто в первый раз, я вас умоляю. Второй баг у нас тоже жёсткий и я бы даже сказал, что он жёстче, чем первый. Касается он нашего любимого Текиса и такого чудесного героя как Тускар и вот что у нас тут с ними происходит. В нашем замечательном патче 7.0 Тускар научился замешивать свой снежок не только юнитов, но и разный непонятный мусор с земли, например мины того же Текиса. То есть, да, Туск может прожать снежок, потом клацнуть по каждой минке правой кнопкой и ворваться во врага как настоящий воин Аллаха, неся смерть и разрушение. Вот этого я действительно не понимаю. Мины – это очень жёсткое оружие и единственный фактор который его балансирует, это то, что мины эти не могут двигаться, они могут только стоять. То есть враг сам должен на них наткнуться, а если он опытный, то часто это делать не будет. А эта же фишка ломает баланс просто напрочь. Давайте рассмотрим самый простой пример её применения. Дев хайграунда. Если у вас в тиме есть туск и минёр, то враги в жизни вас не спушат. Просто ставите минки около Т4, кастуйте снежок и врываетесь на полном ходу в толпу врагов. Думаю, что рампагу можно сделать просто на изи бризе. Уже жду моментов в доте ВТФ и разорванные пуканы айсфрогов и прочих разработчиков, которых будут за это нещадно троллить. Ну и последняя фишечка. Она чуть менее жёсткая, чтобы не держать такой уж высочайший градус годноты и чтобы вы немного подостыли. Играя за сларка, вы можете сбрасывать с себя разную супер противную бяку, вроде ультимейта пуджа. И делать вы это можете просто своим первым скиллом. А вот если у вас в команде есть бэйн, то вы можете сбрасывать и более серьёзные штуки вплоть до блэкхола и купола. Сейчас поясню. В общем, как всё это делается. Запоминайте. Вы прожимаете дарк пакт перед тем, как вас засосут в купол, а братьюня ваш прожимает на вас нейтмэр. Как только дарк пакт сбрасывается, вы нажимаете паунс. И вот в чём прикол. Паунс срабатывает даже если вы находитесь в куполе. Дело в том, что нейтмэр даёт вам неуязвимость на одну секунду. Неуязвимость прямо от всего. А дарк пакт сбрасывает с вас все дебафики. И в итоге вы спокойно улетаете куда вам нужно. Фишка вроде бы тоже очень крутая, но она ограничивает себя лишь совсем одной небольшой сложностью. Сложностью применения. Провернуть всё эту дичь довольно непросто и при всём желании вы вряд ли будете всё это использовать в каждой своей катке. А вот первые две фишечки из видоса как раз запросто. Ну и на этом всё. Теперь можете смело тыкнуть лайк и идти смотреть мой предыдущий ролик. Он очень-очень годный и по-моему даже с розыгрышем какой-то вкуснятины. А также не забывайте посмотреть видос инвокера. Ссылка на него тоже есть в описании. Всё, всем удачи и до новых встреч уже завтра.